Итак, мы продолжаем наше исследование книги Откровения. И мы уже с вами прошли два больших сегмента – семь церквей и семь печатей. И мы уже неоднократно замечали, что тут постоянно идет через полосица небесных видений и их земных проекций. И точно так же у нас мы видим такую же ситуацию в восьмой главе книги Откровения, где у нас написано со второго стиха. «И видел я семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом». Итак, мы видим опять что-то происходит на небе. Но вот в этом третьем сегменте интересным является то, что вот эти небесные образы небесного святилища, они показаны самым таким четким планом, самым крупным планом. Вот давайте посмотрим, где у нас происходят эти события. Исследуя с самого начала образы святилища в книге Откровения, мы заметили, что первосвященник, он начинает сразу свое служение вот здесь. От семисвященника. И это происходит в первой главе. Согласно тому, что у нас записано в книге Исход, 27 глава «Поддержание света» является одним из фундаментальных ежедневных служений первосвященника. Точно так же, как и в книге Исход, 30 глава, 7 текст, воскурение Фимиама на жертвеннике благоводных курений является тоже прерогативой первосвященника. И этим занимаются Аарон и его сыновья. Это сразу уже ограничивает нам круг тех возможностей, кто может быть этим иным ангелом. Это либо первосвященник, либо обычный священник. Но есть здесь одна тонкость, которая нам поможет сузить еще больше этот круг возможностей. Этот ангел держит золотую кадильницу. Вот это слово «кадильница» используется в Торе всего один раз применительно ко всему циклу служения в Освятилище. И применяется это слово только лишь в книге Левит, 16 глава, где у нас записано 12 текст. И возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который перед лицом Господним и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курение покроет крышку, которая над ковчегом откровение, дабы ему не умереть. Этот текст, который я сейчас вам зачитал, относится не к каждодневному служению, а только к служению, в котором должен заходить за завесу в святое святыхо. Естественно, это может делать только первосвященник. Соответственно, и золотую кадильницу держит в руках для этого дня тоже исключительно первосвященник. Поэтому никем другим этот иной ангел не может быть, кроме как первосвященником. А что это означает? Почему это тогда такая ситуация, что первосвященник, а у нас, согласно посланию к евреям, первосвященник – это, конечно же, Иисус называется ангелом? Все очень просто. Есть такой ангел, который одновременно и Бог. Его зовут Микаэль, что с иврита переводится «тот, который Бог». Иисус, Сын Божий, вторая ипостась Божества, является Бога-человеком, почему Ему и не являться и не быть ангелом Богом? Да, то есть, иными словами, вторая ипостась Бога имеет такое свойство, как об этом пишет апостол Павел в послании к евреям, «во всем уподобится братьям своим». Вот поэтому и Иисус уподобился нам в человеческом теле, а Михаил уподобился ангелам в ангельской природе. Но это речь идет об одном и том же Боге. И чуть позже, исследуя 12 главу книги Откровения, мы с вами увидим, что Михаил возглавляет ангелов в борьбе против дьявола. Никакой другой ангел не может победить дьявола, кроме Господа нашего Иисуса. И поэтому вот этот иной ангел, вот почему он называется «иной», потому что он не похож на других ангелов, он не является и не является сотворенным существом, как другие ангелы. Он только лишь ангельское обличие принял на себя. И вот он, этот иной ангел, кстати говоря, ангел на иврите и на греческом означает просто «вестник». Вот этот иной ангел, он находится уже в нашем исследовании книги Откровения у жертвенника благовонных курений. И исходя из того, что мы с вами только что прочитали, он держит кадильницу для того, чтобы зайти за завесу. Это подтверждает тот факт, который мы с вами обсуждали ранее в нашем исследовании, что книга Откровения по своей вехи прочерчивает по основным этапам служения первосвященника в Освятилище, в частности, в День Очищения, в Йом-Кипур. А что, в чем уникально это служение? Уникально оно в том, что в Йом-Кипур первосвященник все равно должен выполнить свои регулярные ежедневные обязанности, прежде чем войдет во святое святых. И поэтому он сначала должен совершить свои обязанности во святом, и только потом зайти во святое святых. В книге Левитт, 16 глава, мелкое истолченное курение брал любой первосвященник, сын Аронов, для того, чтобы зайти за завесу и чтобы облако курения покрыло ковчег, дабы первосвященнику не умереть. Но мы прекрасно понимаем, Согласно посланию евреям, 7 глава, наш великий первосвященник Иисус, 24 текст, пребывает вечно и имеет священство непроходящее, что означает фактически тот факт, что ему нечего бояться умирать. Он – Бог. Он не боится войти в соприкосновение с шахиной, со славой Божьей, которая находится на ковчеге. Поэтому эти уголья от курения, он применяет немножечко по другому назначению. Он бросает эти уголья на землю. Как об этом во многих псалмах написано, что когда Господь находится на своей тропе суда, когда Он судит мир, то Он изливает на эту землю серу и горящие угли. Это и происходит сейчас. Одновременно вы видите, как небесная и земная составляющие одного и того же вектора работают здесь. Небесный первосвященник стоит у жертвенника благовонных курений, готовый войти за завесу, а на земле начинают происходить суды. По-другому, то, что у нас описывается в книге Откровения 8 и 9 главы, по-другому это просто невозможно описать. Мы также говорили, что между трубами и в 8 и 9 главах книги Откровения и между излитием семи последних язв есть в 16 главе книги Откровения есть определенные параллели. В частности, две таких параллели следует заметить. Первая параллель – это то, что обе эти главы и трубный звук, и язвы изливаются и издаются ангелами и никем другим. Вторая параллель мы видим в первой, второй и третьей и четвертой трубе и точно так же в первой, второй и третьей и четвертой язвах. Мы видим поражение различных объектов воды, рек, земли и даже неба. Но! Когда у нас идет речь о трубах, при каждом трубном звуке поражается одна треть. Тогда же, как при излитии язв поражение идет тотальное. Совмещая эти факты между собой, мы можем прийти к одному очень важному выводу. О том, что и трубы, и язвы представляют собой суды Божьи, но трубы представляют собой предупредительные суды, где не все уничтожается. Язвы же – это окончательные суды Божьи, которых изливается, исполняется приговор Божьего суда. О язвах мы еще поговорим, но сейчас попытаемся понять, что мы можем понять из этих моментов, связанных с трубами. Прежде всего скажу вам, что эти главы, 8 и 9, особенно 9 глава, именно земная составляющая, историческая идентификация, конечно же, очень трудные вопросы и еще будут требовать неоднократно исследований. Я не хочу вас утруждать дискуссиями, которые мне приходилось читать. Это серьезные научные дискуссии. В основном пока что на уровне докторских диссертаций в серьезных учебных заведениях. Все это говорит о том, что тема эта очень серьезная и требует дополнительного исследования и выяснения. Поэтому постараюсь остановиться на некоторых фактах, которые как бы становятся более или менее понятными уже и есть, можно так сказать, определенный на это научный консенсус. Первый ангел вострубил «И сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Здесь у нас есть два образа. Один из них – очень редкий образ. Первый образ – это образ египетских язв. Книга «Исход», 9 глава, где речь идет о том, как седьмая язва – это речь идет о граде, который побил скот и людей. Этот образ имеет большое теологическое значение. Значение его заключается в том, что мы видим, как Бог изливал эти язвы на Египет, чтобы спасти свой народ. И мы понимаем здесь, что Бог продолжает работать над спасением своего остатка. Вот так, например, 9 глава, 4 текст, нам сказано о том, что выходит саранча. Саранча – это образ, взятый из книги Иаиля, 1 и 2 глава, где написано, «Оставшаяся от гусеницы доела саранча». И дальше описан завоеватель, жестокий завоеватель, кочевник, который пришел и грабит землю Израилеву. То есть, мы не знаем до конца, какие кочевники здесь могут бы иметь место. Возможно, речь идет о мусульманских завоеваниях, но, опять же, я в данном случае очень осторожен с историческими аналогиями здесь. Но что мы видим? Видим мы в том, что этой саранче, 4 текст, дается указание, чтобы она не делала вреда никакой траве земной, никакой зелени, никому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Вот этот образ травы и деревьев параллельно с людьми появляется и в первой трубе. Часть верующих людей все равно гибнет в этой всей суматохе. То есть, мы видим здесь одну важную вещь, что все эти земные передрязги истории, они не обеспечивают гарантии верующему человеку, что его не постигнет какая-то физическая боль или смерть. Мы находимся под перекрестным огнем великой борьбы между Иисусом и дьяволом. Поэтому гонения случаются, голод случаются, болезни случаются. И на протяжении истории и даже сегодня верующие люди гибнут и страдают. Но, тем не менее, Господь конкретно показывает свою главную цель. Он хочет вести свой народ в небесный Ханаан. И поэтому, даже если мы, будучи верующим, погибаем от этого, то мы должны понимать, что Господь сражается за нас, самое главное, не столько за нашу земную участь, сколько за нашу небесную участь. И Он непременно нас выведет в свой небесный Ханаан, окажемся мы мертвыми или встретим Его живыми. Это не имеет значения. И поэтому здесь мы видим, и каждая из труб, она раскрывает все большее и большее проблемы в мире. Здесь мы видим о том, как погибает часть, первая труба погибает, население земли от какой-то явно проблемы. Второй ангел трубит, и большая гора низвергается в море, и часть моря делается кровью, и третья часть неодушевленных тварей, живущих в море, еще и суда погибают. Опять мы видим ситуацию, и опять мы видим вот эти вот катастрофы в мире, представленные вот таким образом. Ну, образ горы, он известен тоже из книги пророка Исаии, вторая глава, в частности, с первого по третий текст, где написано, что гора Дома Господня поднимется выше других гор. Речь здесь идет явно о какой-то языческой государственной системе. То есть, гора Дома Господня в книге пророка Исаии, она противопоставляется другим горам, в частности, тем языческим капищам, которые были на высотах. И поэтому мы можем предположить, что, возможно, вторая труба, это идет речь о крушении языческой системы. И одним из самых таких ярких представителей языческой системы, конечно же, является Римская империя. И к чему это приводит? опять мы видим, что погибают люди, и так оно и было. И мы видим, что погибают суда. Почему суда? Дело в том, что мы знаем, что в те времена, и опять же в Библии, образ корабля, это говорит о способности государства вести торговлю. Еще мы встретимся с этим образом, особенно в книге Откровения 18 глава. Но если мы читаем особенно, например, Третью книгу царств, то мы видим, что когда Израиль при Соломоне достиг своего экономического могущества, то у Соломона стали появляться корабли, что конечно же является нетипичным. Израильтяне они очень плохие мореплаватели. Финикийцы намного лучше работают с флотом и с кораблями. А здесь мы видим конкретная ситуация гибель империи. Она ведет к тому, что начинается экономический упадок и крах торговли, что тоже конечно же является одним из таких признаков мирового хаоса, который конечно же сотрясает эту землю на протяжении всей истории. Хаоса, как мы видим, связанного с тем, что христианство, оно аполитизировавшись, оказалось не в состоянии изменить мир. И это мы увидим, разбирая следующую трубу. Story пот��� н н н аполитизировавшись, Продолжение следует...